Предлагаю приготовить вам вкуснейший хлебушек с гречневой крупой, готовить его будем в духовке. Процесс приготовления данного хлеба не сложный, а сам хлебушек получается очень вкусным и полезным, с толстой хрустящей корочкой и пористым, тягучим мякишем, приступим. Необходимые ингредиенты, досмотревшим ролик до конца. 1. Для начала отвариваем пакетик гречки с добавлением соли и сахара. 2. Пока крупа варится приготовим опару, в миску всыпаем 2 стакана пшеничной мяки, соль, сахар, растительное масло, дрожжи, вливаем воду. 3. Хорошо перемешиваем и даем подойти. 4. Готовой гречке даем немного остыть, пусть будет не горячей, но хорошо теплой и добавляем ее в опару. Ставим лайк и подписываемся. 5. Перемешиваем. 6. Постепенно подсыпая рисовую муку, замешиваем тесто, оно будет липнуть к рукам, поэтому обмазываем руки растительным маслом и формируем шар из теста и оставляем его подходить. 7. Подошедшее тесто выкладываем на стол, присыпанный рисовой мука и придаем форму хлебу, которая вам по душе. 8. Я сделала ножом по поверхности теста сеточку. 9. Перекладываем будущий хлеб на противень, посыпаем остатками рисовой муки и поверхность хлеба, ставим на расстойку, у меня при 50 градусах в духовке, в течение 30 минут. 10. Выпекаем хлеб в разогретой до 180 градусов духовке в течение 30 минут. 11. Хлебушек готов. Приятного аппетита! 11. Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. 11. Теперь о составе нашего блюда. 12. Пакетик гречневой муки, одна штука, у меня мистраль, пшеничная мука, 2 стакана, у меня стакан 200 мл, рисовая мука, 1 стакан, теплая вода, 1 стакан, дрожжи, 1 чайная ложка, без горки, соль, 2 щепотки, 1 щепотка в тесто, 1 щепотка в гречку, сахар, 1 чайная ложка. 1 чайная ложка, щепотка в гречку, растительное масло, 2 чайных ложки, для обмазывания теста. 8. Не останься равнодушным, вырази благодарность одним лишь щелчком, подписываемся. Всем пока!